Добрый день, мои дорогие зрители! С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, Всемирный совет национальных католических церквей, и это 249-я серия программы «Задето за живое», в которой я даю свой комментарий на разного рода события, тренды или явления, так или иначе задевающие лично меня за живое. Это все должно было пройти за последнюю неделю. Не откладывая дело в долгий ящик, начнем, пожалуй. Итак, поздравляю всех с 1 мая, с днем святого Иосифа Труженика. Как известно, святой Иосиф является образцом для христианина в домашнем и общественном труде, и по его образцу я 1 мая работаю. Я полностью рабочий день, сегодня и запись, и монтаж, и преподавание. И еще по делам я тоже успел съездить, аллергия, правда, мучает меня, но это уже к святому Иосифу не имеет никакого отношения. Святой Иосиф работал вместе с Иисусом и Богородицей Девой Марией, и христианин каждый должен помнить, что работая, мы выполняем Божью заповедь, возделывать землю, из которой мы взяты, и готовиться к жизни вечной. Святой Иосиф учил маленького Господа Иисуса Христа работать, плотничать за плотницким верстаком, где он трудился вместе с Иисусом, и Иосиф приблизил человеческие труды к тайне искупления. Это слова святого Папы Римского Иоанна Павла II. Дьявол ненавидит тех, кто прилежно и честно работает. Давайте это держать всегда в уме. Дьявол ненавидит тех, кто честно и прилежно трудится, потому что он ненавидит все, что связано с Богом. В начале человеческой истории змей предпринял атаку на человечество, на самую суть человеческой благословенной жизни в раю, в их месте труда, именно в Эдемском саду. Огромная была земля, не выманил их змей куда-то, а вот именно сад, они должны были возделывать сад, трудиться, и именно там сатана нанес свой удар. Сатана ненавидит человеческий труд, и потому что человеческий труд это всегда созидание, это соработничество с Богом. Человеку Бог дал настолько много даров, разум, премудрость и так далее. Посмотрите, как технический прогресс шагнул вперед с последним временем. И сатане это все ненавистно, потому что он созидать не умеет, он умеет только разрушать. И в особенности сатана будет презирать трудящихся, потому что Бог из любви уничижил себя и стал человеком, способным к труду. Иисус провел много лет в плотницкой мастерской святого Иосифа, и это была подготовка к его возвращению в первоначальную мастерскую человека, сад. Сад Гефсимании, совершение трудов нашего искупления. Адам должен был возделывать сад Эдемский, но в Эдемском саду Адам потерпел поражение от змея и был изгнан из рая. А в саду Гефсиманском Иисус одержал победу над искушениями, над слабостью человеческой природы. Все это преодолел, обожил, взошел на крест, умер за наши грехи, воскрес из мертвых и так далее. Труд сейчас, после грехопадения, к сожалению, не всегда прост и приятен. Тяжелый рабочий день сказывается и на нашем разуме, на теле, на душе. Иногда работа может быть измуряющей, обременительной. И Иисус, как плотник, тоже знает об этом не понаслышке, и святой Иосиф знает об этом. И по ходатайству святого Иосифа, Господь Иисус Христос, познавший с юных лет тяжесть труда, физического труда, предлагают утешение всем, кто зарабатывает на жизнь потом и кровью буквально. Еще один удар нанес сатана по благой и благословенной идее созидательного труда, когда была создана коммунистическая идея. Она ведь вроде бы как труд прославляла, рабочих ставила во главу угла, рабочий гегемон, рабочий класс. Но, будучи привлекательной для рабочих, эта идея говорила, а бог-то нам и не нужен. И вот тогда, в 1937 году, в страшном году, в самый разгар политических репрессий в Советском Союзе, римский папа Пий XI осознал серьезность угрозы, которую коммунистическая безбожная идеология несет общему благу. И тогда церковь обратилась к ходатайству святого Иосифа, чтобы он защитил церковь от множества вот этих вот коммунистических злоупотреблений. И тогда Пий XI писал, мы начинаем большую кампанию церкви против мирового коммунизма под знаменем святого Иосифа, ее могучего покровителя. И тогда особенно молились святому Иосифу, особенно вот в Литании святого Иосифа есть строчка, что он злых духов устрашения. Чтобы победить вот эти атеистические коммунистические идеи, они взывали к помощи святого Иосифа в отношении прав рабочих, которые действительно много где попирались и в капиталистических странах. Именно поэтому наш епископ Карлос Дуардо Кошта в Бразилии, он очень сочувствовал идеям рабочего класса, помощи рабочему классу. Но при этом он, конечно, отвергал безбожие. Он был подлинным епископом, от которого мы ведем свою линию апостольского преемства. И, кстати, знали ли вы, что в 19 веке 1 мая отмечалась во многих странах просто как обычный светский праздник? Майский день, маевка, да, то есть в этот день не было никакого религиозного содержания этого праздника и не было никакого политического праздника. И именно коммунисты взяли эту традицию 1 мая, сделали ее праздником коммунистического труда, коммунистического такого трудящегося, переименовали его и сделали типа праздник своим. На самом деле нет, они его не придумали, это праздник был таким народным, что ли. Ну, потому что, да, май, уже вот прям весна, уже тепло и так далее. И чтобы ответить на эти вызовы, церковь решила вернуть 1 май людям, освободив его от безбожного вот этого содержания, типа свергнем могучей рукой угнет роковой навсегда, там никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой, даже добьемся мы освобождения своей собственной рукой. И 1 мая 1955 года папа уже Пий XII объявил 1 мая литургическим праздником святого Иосифа. Он писал, «Мы счастливы объявить вам о нашем решении установить, как уже и сделано, литургический праздник святого Иосифа Труженика, отведя для него первый день мая. Рады ли вы такому подарку, возлюбленные трудящиеся? Мы уверены, что да, потому что этот скромный Труженик из Назарета не только представляет перед Богом и Церковью достоинство человека, работающего руками, но он всегда будет бдительным защитником вас и ваших семей». Образец Труженика – святой Иосиф, которого Бог избрал, чтобы быть земным воспитателем в труде Спасителя Иисуса Христа. И особенно сегодня, когда дети не очень чтут родителей, не очень хотят трудиться вместе с родителями, ценят отдых, досуг, разнообразные его формы, ищут, как бы, где еще отдохнуть, вместо того, чтобы потрудиться и с юности приучить себя к труду, как это делал святой Иосиф и Господь Иисус Христос. Поэтому святой Иосиф действительно свет во тьме. Он проливает свет на преступления врагов семьи. И действительно, святой Иосиф – защитник человеческого достоинства, злых духов устрашения. Так что сегодня мы молимся. Боже, Отче, Создатель и Правитель мира, во всякое время ты призываешь человека развивать и использовать его дары на благо других, соделай так, чтобы, по примеру святого Иосифа, мы совершили те дела, которые ты нам поручил, и обрели обещанную тобою награду. Я считаю, что очень неплохо, что этот день сделан выходным в нашей стране. Майские праздники для нашего народа – это тоже такое святое, хотя, на мой взгляд, и многовато отдыхаем. Ну, ничего страшного. Все работодатели стонут, конечно, от обилия майских праздников, но отдыхать тоже иногда нужно. Тем более после хорошего труда и отдых в радость. Поэтому тем, кто сегодня отдыхает хорошего отдыха, тем, кто сегодня продолжает трудиться, усердие вам в труде и тоже дождитесь обязательно своего отдыха, когда он наступит. Ну, так или иначе, пусть Господь благословит вас. Святой Иосиф Труженик. Моли Бога о нас. 150 лет назад родился Александр Алексеевич Астужев. Настоящая его фамилия – Пожаров. Вот родился он 28 апреля 1874 года. То есть он на 100 лет меня старше. Учился в техническом училище, но был отчислен за то, что нагрубил надзирателю. Сменил много разных специальностей, зарабатывал на жизнь, чем мог. И в 1894 году, в возрасте 20 лет, попал на сцену Воронежского театра. И это всю его жизнь изменило. Образования актерского он не имел. Сначала исполнял эпизодические роли, но талант его был столь велик, что очень скоро стали собираться просто аншлаги. В него влюблялись восторженные девицы. Он был красив. У него был потрясающий голос. И поэтому, конечно, публика скандировала, кричала «Пожаров! Пожаров! Пожаров! Пожаров!» И из-за этого образовывалась давка. Поэтому режиссер потребовал, чтобы актер взял себе псевдоним. И он подумал, ну, раз Пожаровым быть нельзя, значит, буду Остужевым. С 1898 года Александр Алексеевич Остужев стал служить в Малом театре. Такая героико-романтическая школа. Он ее яркий представитель с темпераментностью, искренностью, передачей тончайших переживаний. И, конечно, редкий по красоте тембр голос. Красивый, сильный. Он был, пожалуй, главным выразительным средством игры актера. На красоту его тембра внимание публика и критика обращали в первую очередь. Однако жизнь, конечно, преподнесла ему немало неприятных сюрпризов. Он перенес некую болезнь, результатом которой стала глухота. Постепенно он терял слух. И, в конце концов, оглох совершенно. Но все равно он сцену не оставил. Он просто выучивал наизусть весь спектакль, чтобы реплики партнеров по сцене читать по губам. И таким образом он даже помогал актерам, забывшим текст. То есть, выступал еще и как такой суфлер на сцене, незаметно подсказывая своим коллегам текст, который они забывали. Он с юности мечтал сыграть Отелло. Еще мальчикам заучил несколько отрывков. Всю жизнь тщетно ждал возможности выйти на сцену в роли венецианского Мавра. И мечта его сбылась только когда ему исполнилось 60 лет. Дело в том, что когда он оглох, режиссеры очень неохотно приглашали Остужева на главные роли, потому что тяжело с глухим актером как работать. А вот режиссер Сергей Родлов решил рискнуть. И 60-летнего глухого Остужева он пригласил на роль Отелло. Для работы над ролью, ну, они пользовались старым письменным поводом. То есть, режиссер писал актеру письма. Длинные письма, объясняя ему зерно роли и так далее. И это стало вершиной карьеры 60-летнего актера. Москва стояла у дверей малого театра в очереди, которые начинались на рассвете. И успех Остужевского Отелло превзошел даже славу лучших ролей Южина и Ермоловой. Дело в том, что Остужев придумал совершенно новую трактовку этого образа. Это не просто полусумасшедший такой ревнивец у него оказался. То есть, Дездемону-то не виновата. Но, как это ни странно, Остужеву удалось сделать жертвой все-таки именно самого Отелло. Он сам писал, Он и погибло невинной. В июне 1941 года Остужев прочел на радио стихи поэта Лебедева Кумача «Священная война». И так прочел, что тут же была написана музыка. И вот песня «Священная война» родилась именно после того, как Остужев прочел просто стихи по радио. И у нас есть уникальная такая возможность эту запись услышать. Обратите внимание на интеллигентный старомосковский выговор. И обратите внимание на вот это виртуозное владение речевыми голосовыми оттенками. Не забывайте, что Остужеву уже на тот момент около 70 лет, но чуть меньше 70. Кому-то его манера чтения может показаться несколько старомодной, Но тогда так было принято читать. И виртуознейшее владение голосом просто видно любому непредвзятому слушателю. «Вставай! Страна огромная! Вставай на смертный бой! С фашистской силой темною, С проклятою ордой! Пусть ярость благородная Вскипает, как волна! Идет война народная! Священная война! Как два различных полюса Во всем враждебны мы! За свет и мир мы боремся, А они за царство тьмы! Пусть ярость благородная Вскипает, как волна! Идет война народная! Священная война! Не смеют крылья черные Над Родиной летать! Поля ее просторные Не смеет враг топтать! Пусть ярость благородная Вскипает, как волна! Идет война народная! Священная война! Гнилой фашистской нечисти Загоним пулю в топ! Отродью человечества Сколотим крепкой в топ! Пусть ярость благородная Вскипает, как волна! Идет война народная! Священная война! Пойдем ломить всей силою, Всем сердцем, всей душой За землю нашу милую, За наш союз большой! Пусть ярость благородная Вскипает, как волна! Идет война народная! Священная война! Встает! Страна огромная! Встает на смертный бой! С фашистской силой темною! С проклятою ордой! Пусть ярость благородная! Вскипает, как волна! Идет война народная! Священная война! В качестве хобби Астужев занимался слесарным делом. Он жил в доме 12, в Большом Казихинском переулке, в коммуналке. Занимая две небольшие комнаты, и вот одну из комнат он переделал под мастерскую. Там стоял верстачок, множество слесарных инструментов. Ну, а во второй комнате он жил и спал. Несмотря на популярность и огромное количество поклонниц, у него семьи не было, жил он совершенно одиноко. Он стал лауреатом Сталинской премии в 43-м году и всю сумму просто перевел в фонд обороны Родины. Всю! То есть он себе ничего не оставил. В быту он был очень неприхотлив и скромен. В годы войны часто выступал перед бойцами на фронте, насколько позволяло здоровье. И умер 1 марта 1953 года. Немного не дожив до своего 80-летия, похоронен на Новодевичьем кладбище. Его именем названа улица в Воронеже. И в Москве Большой Казихинский переулок некоторое время носил его имя. На тему веры он всю жизнь не высказывался. Вообще он был человеком очень замкнутым. И кто его знает, как и что там у него было в душе. Но, естественно, он был крещен. Невозможно не быть крещенным, родившись в глубинке, в православной семье в 1874 году. Поэтому допомилует его Господь, допростит ему прегрешения вольные и невольные. И спасибо за то, что в нашей истории, в истории нашей культуры был такой прекрасный актер, как Александр Алексеевич Астужев. Донатас Банионис. Советский и литовский актер театра и кино, народный артист СССР, создавший более 100 кинообразов, Донатас Йозесович Банионис. 28 апреля 1924 года он родился. То есть, ровно 100 лет назад. Родители его были страстными революционерами, любителями театрального искусства и музыки. Поэтому вопрос его крещения очень открытый. Мы не знаем, был ли он крещен в детстве. Потому что, если революционеры, то, скорее всего, они были, конечно, атеистами. И вряд ли крестили ребенка. И найти какое-либо упоминание на тему веры мне не удалось. Донатас Банионис был тоже довольно скрытным человеком, который о вере никогда публично не высказывался. Но театром он заболел с детства и поступил в драматический кружок. А в 1941 году его приняли в труппу Паневежского театра, возглавляемого тогда молодым режиссером Мельтинским. И всю жизнь он служил в этом театре, потом его и возглавил. Когда мы смотрим на Донатаса Баниониса в советских фильмах, мы понимаем, что это актер действительно величайшей художественной актерской палитры. Потому что, честно говоря, я не всегда его могу узнать. Это признак высшего мастерства. Потому что в «Принце Флоризеле» клетчатый или «Митрич Колобок» в «Змеелове», а с другой стороны вдруг Крис Кельвин из «Соляриса». И это, знаете ли, не так просто. Ну, может быть, еще потому что из-за сильного литовского акцента его всегда переозвучивали. Но у нас есть с вами уникальная возможность услышать подлинный голос Донатаса Баниониса. Потому что в фильме Ильдара Рязанова «Берегись автомобиля» он сыграл роль вот этого пастора вороватого, лютеранского пастора. Который украл пожертвования и купил угнанную «Волгу». И вот там его, естественно, переозвучивать не стали. И подлинный голос Баниониса можно услышать. Я укипалки, все деньги одними рублями. Не мешайте мне, а то я буду начинать сначала. Пеньки 2, 4, 3, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 5, 5, 5, 5, 5. Все. А все-таки почему у нас все деньги одними рублями? Это что-то подозрительное. Нехорошо. А вы что, прокурор? Я не спрашиваю, откуда эта машина. Почему нет документов? А я могу сказать откровенно. Я угнал эту машину. Могу рассказать у кого и за что. Я тебе тоже могу рассказать откровенно. Я пастор этой рубли, пожертвования, ему. Но осталось немножко. И вы верите в Бога? Все люди верят. Одни верят, что Бог есть. Другие верят, что Бога нет. И то, и другое недоказуемо. Будете пересчитывать? Буду. Ну а в остальных фильмах всегда его переозвучивали, к сожалению. Был он очень сдержанным, вежливым, отстраненным. Не вписывался в шумные актерские компании. Вне съемочной площадки практически ни с кем не контактировал. 60 лет прожил в браке с одной супругой. Честь ему за это и хвала. И смерть жены стала для него серьезным ударом. Он сильно заболел. И шесть лет одинокой жизни провел буквально в каких-то уже очень непростых отношениях со здоровьем. И 4 сентября 2014 года он скончался в больнице Вильнюса после перенесенного инсульта. Повторюсь, церковный статус его не ясен, поэтому молиться о нем можно только келейно. Но келейно молюсь о нем. И во всяком случае вот то актерское наследие, которое он оставил, наполняет мое сердце каким-то теплом. Спасибо, Донатес Йозусович, за наше счастливое детство и за ваше искусство. 125 лет назад родился великий дюк Эллингтон. Эдвард Кеннеди Эллингтон. Дюк это его прозвище. В переводе с английского вообще это значит герцог. Ему в детстве эту кличку дали друзья за аристократические манеры и умение элегантно одеваться. Ну и действительно это дюк. Дюк Эллингтон. Отец его был клерком в военно-морском министерстве США. Потом стал служить дворецким в Белом доме. Мать его очень любила, его баловала. Он хотел стать художником и даже выиграл конкурс на лучший плакат. Ему дали стипендию для учебы в художественном колледже. Но он самостоятельно научился играть на пианино. Подбирал на слух популярные мелодии, рэктаймы вот эти вот играл бесконечные. И решил все-таки стать не художником, а музыкантом. Организовал оркестр. Начал выступать с ним в клубах. Перебрался в Нью-Йорк. Выступал в самых знаменитых уже клубах. Отправился в турне по США с огромным успехом. При том, что его оркестру был доступен и оркестровый джаз, и свинг, и прогрессивный биг-бенд. Стандартный джаз. Музыка для кинофильмов была ими записана тоже многократно. И, конечно, Эллингтон вошел в историю джаза как самый значительный джазовый композитор. 50 лет он руководил своим оркестром. И группой его стал для него настоящей лабораторией для собственных экспериментов. При этом он всегда давал возможность музыкантам демонстрировать их индивидуальные таланты. Почетный главный композитор в истории джаза. Благодаря ему джаз стал академической дисциплиной. Он сочинял запоминающиеся темы буквально на ходу. Мог записать их, опять же, на салфетке в ресторане, в студии между записываемыми номерами. Что-то сочинить. Ну вот, оцените, пожалуйста, Take the Air Train. Результат длительного сотрудничества Дюка с американским композитором Билли Стрейхерном. И вот это одна из самых узнаваемых вещей Эллингтона. Хотя, наверное, самая его известная вещь – караван. Но сейчас поговорим об этом. Если Ютуб это вырежет, то смотрите в ВК. Я устал потакать вот этим капризом Ютуба. Но посмотрите. Вдруг не вырежут. КОНЕЦ 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 Однажды Дюк выступал со своими музыкантами, и публика как-то заскучала. Тогда они решили взять бешеный темп в «Крещендо ин блю». И через некоторое время зал потрясенный вскочил на ноги. Испугались, что могут возникнуть беспорядки все. Значит, типа, продюсер стал кричать «заканчивайте пьесу». Но музыканты вошли в раж. Соло на саксофоне длилось 6,5 минут. Зал просто в изнеможении от такого кайфа аплодировал стоя. Это все было просто невероятно. Вот посмотрите финал фильма «Одержимость». Я тоже вот не знаю, вырежут, не вырежут Ютуб. Но это тоже композиция Дюка и Лингтона, кстати. Вот этот вот караван. И с такой же вот самоотдачей музыканты самого Дюка играли, как вот в этом фильме. Это, кстати, такой оммаж именно Дюку и Лингтону. Дюк яростно так обратился ко Христу. Стал посещать церковь. Вообще в детстве он посещал церковь. Мать с ним постоянно говорила о Боге. Но до 1950 года он примерно не проявлял никакого интереса к религии. А в середине 50-х годов он вообще заявил, что стал божьим посланником. Обязан посвятить служению Господу оставшуюся жизнь. И засиживался за чтением Библии до поздней ночи. Он начал писать духовную музыку в 1965 году. В Сан-Франциско, вот в этом епископальном соборе. Ну, то есть он был членом епископальной церкви. Епископальная церковь в США это, ну, как англикане за пределами Англии. Ну, их как бы сложно назвать англиканами. То есть это протестанты, которые ближе всего к католикам. Поэтому крещение его, конечно, действительно. Мы молимся о нем. Да помилует Господь Дюка и Лингтона, умершего 24 мая. Кстати, 1974 года, 50 лет назад он умер в Нью-Йорке. Посмертно был награжден Пулитцеровской премией. Вот и дата рождения вот сейчас была на днях. Да, ему 125 лет, 29 апреля. И 24 мая будет 50 лет, как он умер. Так что да помилует его Господь. И спасибо, дорогой Дюк, за ваше искусство. Сто лет назад родился Виктор Астафьев. 1 мая 1924 года в селе Овсянка Енисейской губернии. Сегодня Красноярский край. В детстве он пережил несколько трагедий. Отца посадили по ложному обвинению за вредительство. А мать в одной из поездок в тюрьму переплывала реку и утонула. Отец вышел из заключения, женился вторично. Сначала из-за вот этих сложных обстоятельств Виктор оказался на улице, попал в детдом. В 1942 году окончил новосибирскую школу пехоты, отправился на фронт добровольцем. Служил водителем, разведчиком, связистом. В 1944 году был сильно контужен, комиссован. В городе Чусовой на Урале он женился на Наре Семеновне Корякиной. Они родили троих детей. Работал то слесарем, то подсобным рабочим, то учителем, то дежурным по вокзалу, кладовщиком. И понемногу начал писать. В 1951 году в газете «Чусовской рабочий» опубликовали его повесть «Гражданский человек». Ну и понеслась. Творчество Виктора Астафьева для меня, как для служителя церкви, конечно, интересно в первую очередь его сборником лирических миниатюр под названием «Затиси». Виктор Петрович писал его на протяжении всей своей жизни. «Затиси» — это ведь такой срез на дереве, который вырубали охотники. Ну, это такие как бы зарубки, что ли, да? Зарубки на память. И как бы вот это тоже было такое задето заживое, да? То, что вот прям затесалось в его жизни, оставило вот такую «Затиси». Там есть размышления о смерти и жизни, о смысле бытия, о Боге, о прошлом, настоящем, будущем. Впервые сборник вышел отдельным изданием в 1972 году, за два года до моего рождения. Потом писатель его дополнял, редактировал, что-то выбрасывал, что-то дописывал. И что интересно, там вот даже в самые безбожные годы он пишет об обретении веры. Например, вот у него есть «Затиси», такая «Открытие костела». И там он повествует, как много лет назад ездил по приглашению в Польшу, присутствовал на «Открытии костела». И в самом начале служба у него вызвала недоверие к всему происходящему, дескать. Ну, вот как этот пастор, да, из Вильнюса делает, дескать. Вот обманщики, попы-мироеды, вот обманывают доверчивых людей, что-то им втюхивает вот эту религию, опиум для народа. Но потом постепенно, а служил, кстати, кардинал Ватрила, да, будущий папа Иоанн Павел II, святой Иоанн Павел II. И он потихонечку стал смотреть, что люди-то не выглядят обманутыми. Это искренне молитва. И вот она подействовала на писателя благотворно. Он попытался обратиться к Богу. Он пишет. «Мне хотелось побыть одному, и коли еще не совсем разучился, молча поклониться Господу за дарованное мне счастье, прикосновение к Нему, начинающегося пробуждения в сердце веры и надежды на лучшие дни». В Затиси достойный ответ. Там, кстати, Астафьев рассказывает, как один из космонавтов на кремлевском приеме пытался доказать священнику, что Бога нет. Так как он, типа, в космос летал, а Бога там не видел. На это священник ответил, что Бог не всякому дураку открывается. Вот он там подчеркивает, что американский космонавт, который там побывал на Луне, заявил, что ему там помогал Бог. И что совсем не важен человек на Луне, а важен Иисус Христос на Земле. Так что Бог есть, но понять это может не каждый. Не каждому дураку Бог открывается. Ну и много там Затиси, пожалуйста, вот всем горячо рекомендую. Так что да помилует Господь Виктора Петровича Астафьева, да простит ему все согрешения, вольные и невольные. И спасибо, Виктор Петрович, за ваше творчество. Слушайте, ну я прям вот хохотал, потому что Советская Республика в Ирландии, в городе Лимерик, Лимерик вообще там ударение, но все по-русски говорят Лимерик. Это шуточное стихотворение из пяти строк. Ну, помните, я, по-моему, как-то это посвящал Лимерикам какую-то передачу. Жил на свете разумный супруг, запиравший супругу в сундук. На ее возражение, мягко, без раздражения, говорил он, пожалуйте в сундук. Я помню, что в юности я и сам пытался Лимерики сочинять. Вспомнил свой Лимерик. Жил-был человек нехороший, он бил тараканов галошей, а бедных клопов удавить был готов. Такой человек нехороший. Так вот, в городе Лимерик, 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 в Ирландии была провозглашена Советская Республика. Ну, там что получилось? В 1919 году город был объявлен военной зоной, как вы знаете, Ирландия была под властью Англии, да, и было широкое вот это национально-освободительное движение, поддерживаемое, кстати, католической церковью Ирландии, да, потому что Англия-то это же англикане, протестанты, а тут вот католики, Ирландия и так далее. И, в общем, город Англии объявил о военной зоной, а профсоюзы Лимерика объявили забастовку против английского милитаризма, типа мы не будем поддерживать войну. И Совет профсоюзов провозгласил город столицей республики, советский Лимерик. Захватили власть. Во всем графстве заберла жизнь, рабочие требовали провозглашения, ну, вся власть советом, короче, все решительно поддержали акцию протеста, потому что все работодатели понимали, что война ударит в первую очередь по ним. Захватили почту, телеграф, телефон, выпустили свои денежные купюры. При этом вся эта революционная деятельность горячо одобрялась местными приходскими священниками, которые говорили, давай, давай, да, вот это вот все. К тому же в Лимерике тогда находилось множество журналистов, почти 750 журналистов из разных мировых изданий, и корреспондент «Чикаго Трибюн» Рут Рассел задал напрямую вопрос одному из бастовавших. Вы, наверное, ждете помощи от революционной России и мирового коммунистического движения. Джон Кронин, лидер забастовщиков, загадочно улыбнулся. Кстати, это интервью было опубликовано 22 апреля, ко дню рождения Ленина. А советская власть в городе Лимерик обеспечила распределение по магазинам, имевшихся на складах продуктов первой необходимости, с помощью добровольцев рабочей крестьянской гвардии. Попытки спекуляции все были подавлены, все всем было роздано, все взяли и поделили. Английские войска блокировали город, но поскольку священники поддерживали это движение, то крестьяне, поддерживаемые священниками, вдохновляемые священниками, тайно стали доставлять в Лимерик продукты. Ну, тогда англичане решили сесть за стол переговоров, причем не с кем-нибудь, не с главой статичного комитета, а с местным епископом. И епископа уговорили, что бунтовать вообще-то нехорошо, что это не по-божье. Епископ собрал священников и сказал, нет, давайте, ребята, садиться за стол переговоров, скажите бастующим, что так нельзя, что надо вообще-то с властью законной, ну, как-то разбираться с законными методами, а не революциями. И призвал всю свою паству к прекращению забастовки. В обмен на гарантии, что английское правительство пойдет на уступки. А иначе просто прольется кровь. Потому что, как бы, на всю страну забастовка не перекинулась, они ожидали, что все начнут бастовать, что вся Ирландия восстанет, и будет провозглашена Советской Республикой под покровительством католической церкви Ирландии. Но епископ убедил всех, что нет. Видите, как бы вас никто больше не поддерживает, стачки нет, все народной поддержки в стране нет. Просто англичане введут войска, всех вас перебьют, вы потопите город в крови. Погибнет множество невинных людей. И надо сказать, что голос разума здесь возобладал. Стачечный комитет объявил о прекращении своей деятельности. И так крошечная Советская Республика в Ирландии прекратила свое существование. Продержались они 12 или 13 дней, смотря как считать. За это время успели, вот я говорю, выпустить собственные деньги, закрыть бордели, открыть картинную галерею и установить советскую власть в одном отдельно взятом городе Ирландии на 12 дней. А, кстати, интересный был бы эксперимент. Какой бы получилась советская власть, которая не отвергала Бога? Это интересно. Тут вряд ли бы прям все по Марксу получилось, потому что Маркс, конечно, атеист и все такое. Но, с другой стороны, кого это останавливало? Вон Ленин тоже сказал, что марксизм не догма, а руководство к действию, и весь марксизм переиначил под марксизм-ленинизм. Фактически, это был просто ленинизм. На таком марксистском базисе. Может быть, идеи социальной справедливости, направляемые именно церковью, и возымели бы какое-то благотворное действие, но не сложилось. Ну, Господу видней. А вообще, просто это очень забавный факт, который задевает меня заживо, и произошло это ровно 105 лет назад. Была провозглашена Советская Республика в Лимерике, в Ирландии, и 105 же лет назад она закончилась. Ну и слава Богу за все. 29 апреля мы служили мессу в память святой Екатерины Сиенской. Для меня словосочетание «святая Екатерина» или «святая Катерина», конечно, ассоциируется прочно с фильмом «Три мушкетера», значит, «Д'Артаньян и три мушкетера», песня «Кэти», которую еще к тому же и сыграла моя добрая знакомая Елена Октябрьевна Цыплакова. Вот с ней мы очень и очень близко, ну, так вот, знакомы, дружны, потому что мы вели с ней вместе несколько концертов в свое время. Ну и возможно, что Кэти имеет в виду как раз святую Екатерину Сиенскую, ну, либо святую Екатерину Александрийскую, ну, это не так уже важно. Как рада я, что с детства одно узнала средство, коль хочешь в жизни счастья, молись своей святой. Святая Катерина, пошли мне, дворянина, Ах, тебя как благородный у девушки простой. Вот еду я одна, и вдруг мужчина уста обжег меня, будто бы огнем. Спасибо, о, святая Катерина, усы и шпага, все прием. 29 апреля память святой Екатерины Сиенской, которая родилась в Италии в 1347 году в городе Сиена и была 24-м ребенком в семье Красильщика. В раннем возрасте, когда ей было 6 лет, ей явился Христос, восседающий на троне над куполом местной церкви, улыбнулся, благословил девочку. Из его сердца луч протянулся до сердца Екатерины, и она стала много проводить времени в молитве, в уединении, и тайно дала обет целомудрия Христу. 2 мая 1367 года, когда девочке было 20, в Сиене был карнавал, и Екатерина пережила свое главное видение, Иисус Христос обменялся с ней и обручальными кольцами. Ну, вообще, все монахини считаются обрученными Христу, христовыми невестами, но руки вот их соединила сама Богоматерь, это просто такой вот красивый знак милости, да, ведь и церковь невеста Христова. И в знак памяти об этом чуде, кстати, карнавал в Сиене проводят до сих пор, но они не ходят по улице фонта Бранда, где жила Екатерина. Вскоре ее обвинили в ереси, суд инквизиции, правда, затем капитул доминиканского ордена ее оправдал. Будучи побуждаемой, опять же, сверхъестественной вот такой интенцией, она начала постоянную переписку с папой римским, объехала ряд итальянских городов в качестве миротворца. Вы знаете, тогда был период авиньонского пленения пап, или великой схизмы на западе, великой западной схизмы. Она убеждает Григория XI, папу француза, принять для себя довольно сложное решение, вернуться в Рим. Когда римляне восстали против понтифика, именно Екатерина своими мудрыми увещеваниями восстановила мир, это стало ее крупным публичным деянием. Одно из таких потрясающих чудес святой Екатерины Сиенской, когда провинциал ордена францисканцев, верховный инквизитор Сиены, один из самых известных и знаменитых тогда богословов и проповедников в Италии, и с другим известным богословом августинцем Джованни Тантуччи прибыли в Сиену и решили подвергнуть Екатерину испытаниям, поскольку были против нее в предубеждении, считали ее невежественной женщиной, обольщающей верующих. Они ее спрашивали о сложных проблемах богословия, священного писания. Она спокойно им отвечала, поражая их глубиной своих богословских познаний. А потом вдруг, прервав свои объяснения, цитирую, обратилась к спрашивающим с нежностью, разящей как меч, напомнив им о том, что наука может ввергнуть в гордыню тех, кто ею обладает, тогда как единственное, что стоит знать, это наука креста Христова. И оба этих ученых мужа были покорены ее проповедью. Инквизитор избавился от своего роскошного имущества, включая шелковые простыни и кровать с балдахином и келью, которую он создал из трех комнат, отказался от всех занимаемых им постов, стал монахом, прислужником в монастыре Санта-Крочи во Флоренции, а Джованни Танучи также отказался от всего своего имущества и стал непосредственным последователем Екатерины, вошел в число трех священников, которых папа назначил исповедовать ее. В какой-то момент своей жизни она отказалась от пищи отчасти для того, чтобы искупить великий грех вот этой великой западной схизмы, вот всех этих конфликтов, бушевавших в церкви тогда. В общем, умерла она в Риме 29 апреля 1380 года, и память ее теперь мы чтим 29 апреля, канонизирована в 1461 году, папой Пиим вторым, поэтому Кэти из трех мушкетеров вполне могла петь о Екатерине Сиенской, уже канонизированные 200 лет на тот момент, как потому что Кэти, Д'Артаньян и все мушкетеры жили в 17 веке. Так вот, папа Павел VI объявил ее учителем церкви, а Иоанн Павел II одной из покровительниц Европы. Она одна из четырех женщин, которым официальным церковным учительством присвоено звание учитель церкви. То есть, епископы сочли ее сочинение, ее духовное учение достойным для прочтения всеми верными, верующими во Иисуса Христа. Это великая честь. Так что, святая Екатерина, моли Бога о нас. Уж не знаю, надо ли кому-то сегодня послать дворянина, но поучиться у святой Екатерины и попросить ее молитвенного заступничества могут многие. Мне, например, хочется спросить ее, как вот ты, святая Екатерина, так могла аскетически относиться к пище? Мне тяжело, моли Бога обо мне. Другие могли бы попросить ее заступничества в умерении межцерковных конфликтов, конфликтах между епископами, между высшими иерархами церкви. Мудрости по ее ходатайству можно у Бога попросить. Есть, есть о чем попросить. Святая Екатерина Сиенская, моли Бога о нас. Ну, а я с вами прощаюсь, Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире, берегите себя, увидимся, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok